здравствуйте продолжаем практику вопрошения давайте прямо сейчас обратим свой внутренний взор взор своего внимания к себе своему состоянию как вы сейчас телесно себя переживаете как дышится кого настроение общее состояние такое в целом с чем вы входите в пространство практики сегодня таким и какой собой по звуку гонга пересечем метафорически символически пересечем границу нашей практике пространство практики даже пойдем на стройке и когда мы вот так символически входим некое пространство которое мы называем пространство практики как это перерывается сейчас сегодня сейчас хотя и кинем взглядом пространство внешне как мы его распознаем как она нам предстает перед нами предстает это пространство с ее объектами формами можем встречаться с этими формами как будто бы слушая их своим взглядом может быть задавая вопрос что это или какой-то другой вопрос может быть просто вопрос? вопросительно слушая выбоссительно слушая Слушая их то есть то есть мы В какой-то момент можем посмотреть перед собой. Отпускаем взгляд, позволяем ему сфокусироваться. Здесь можем обратить внимание на разницу переживаемого опыта. Когда взгляд сфокусирован на объекте, как это переживается. Когда мы отпускаем взгляд, позволяем всем объектам немножко расплыться, но при этом видеть шире. Также можно вспомнить, что пространство есть над нами, к бокам, сзади, со всех сторон. Мы можем чувствовать, не только видеть. Под нами есть опора, на которой можно отпускать вес тела. Как так распределять внимание, свое присутствие? Более открыто, более пространственно, через разные каналы восприятия. Дыхание течет здесь же. В какой-то момент можем позволить глазам прикрыться, замечая, что это меняется, что сразу же проявляется больше ваше внимание, когда визуальный канал ушел из восприятия. И давайте повздыхаем несколько раз поглубже. Каждый вдох глубокий, а выдох долгий, такой действительно отпускающий. Отпуская лишнее напряжение, вместе с весом тела, позволяем стекать вниз в эту опору, на которой мы сидим. Немножко побудем вниманием в области таза, чувствуя, как ощущение опоры, плотности контакта может меняться постепенно. Какие-то мышцы могут постепенно-постепенно смягчаться, отпускаться в области таза. Это может менять ощущение опоры. Чуть-чуть его увеличивать, усиливать. Обратите внимание, влияет ли это на дыхание, если мы так как-то усаживаемся и усаживаемся. Хорошо, и затем поднимемся вниманием вверх к макушке, как будто подвешиваем макушку, делая голову более легкой, подбородок при этом слегка уходит, утапливается в горло. Хорошо. И макушка очень мягкая, вытягивает позвоночник вверх. Вообще, всю эту внутреннюю ось. Опять можем обратить внимание на дыхание, влияет ли вот это вырастание вверх на изменение дыхания. Затем соединим эти две точки макушку и таз. Внимание! Давайте немножко покачаемся вперед-назад из стороны в сторону, находя тоже физически, телесно, почувствов, находя вот этот вертикальный ось. Соберем все вместе. У нас есть тяжелый таз, вертикальная ось внутри, макушка мягко, стремлена вверх, подбородок слегка утапливается в горло. плечи истекают вниз с завесом рук, можем отпускать их вес, чувствуя, как они опираются. И живот также можно отпустить. Вот такое наше первичное утилешивание, мы размещаемся в этой форме, можем замечать, влияет ли это как-то на общее состояние. Может быть постепенно, постепенно меняя его. Хорошо, и давайте вспомним о ценностной и смысловой составляющей нашей практики. вспомним, зачем мы здесь сегодня, зачем мы сюда приходим в этот период жизни, как это связано вообще с жизненным путем, цельностью этого пути вашего. И посвятим практику вот чему-то объединяющему все эти аспекты, чему-то важному для сегодняшнего дня, этого момента, для того периода жизни, который переживает сейчас и для всего вашего пути одновременно. и для новых которые Опять можем как-то с любопытством посмотреть свое состояние, когда мы вспоминаем о ценностях и смысле, влияет ли это как-то на нас. Давайте вернемся к телу, пройдем по отдельным участкам, замечая, что в них меняется, пока мы движемся по одним вниманием. Начнем с глаз, глаза, мышцы округ глаз, пространство за глазами. Как чувствуется мгновение за мгновением. И затем нижняя челюсть, ее можем отпустить, позволить зубам рожаться, повесить челюсть. Влияет ли на дыхание, вот это отпускание челюсти. И затем язык, язык во рту, тоже можем его отпустить вместе с челюстью. Позвольте ему лежать спокойно, чувствуйте его вес. И все лицо, кожа, мышцы. Можем ли мы отпустить лицо чуть больше. Потом пройдем от макушки через затылок к шею, к плечам, к плечам, к плечам, к суставам. Позволяем плечам, к суставам стекать вниз каждым выдохом. И пройдем ниже по рукам, от плечов к суставам до пальцев. Немножко можем задержаться в ладонях. Чувствуй вес рук и ощущение в ладонях в целом. И затем перейдем к спине. И здесь можем почувствовать дыхание в спине. Она расширяется на каждом вдохе. А с выдохом лишние напряжения могут стекать вниз. Когда спина прямая, но дышит. То каждым выдохом он может освобождаться от лишних напряжений. И затем расширяем внимание до всей грудной клетки. Чувствуй ребра, как они движутся. Переднюю стенку, спину, все вместе. Весь объем грудной клетки. Пойдем ниже. Солнечное сплетение, живот. Каждый раз, чувствуя живота, можно отпускать его немножко. В то же время приглашаю к дыханию. Пойдем еще ниже. Пах промежности, ягодицы. Еще раз, свист тела. Чувство опоры. Можем ли мы еще отпустить тело на эту опору? Позвольте ему усаживаться. Пойдем ниже от тазобедренных суставов к стопам. Попрошли все тело. Вниманием, теперь снова можем вернуться к цельности этой позы, к форме. Еще раз можем проверить. Тяжелый таз, вертикальная ось. Макушка мягко устремляется вверх. Бородок утапливается. Плечи стекают вслед за руками вниз. Руки лежат спокойно. Живот отпускаем, приглашая его к дыханию. Мы можем размещаться в этой позе. И дыхание течет свежее. Давайте возьмем несколько дыхательных циклов, чтобы прожить их как-то очень близко, очень вместе с ними побыть. От начала каждого до завершения. Хорошо, вот мы предварительную настройку прошли. Теперь пойдем к завершающей части. к такому расширению восприятия, ко всем каналам восприятия. Так, у нас есть живот. Можно кого-то собрать чуть больше себя в нем. Это в глубине живота. Дыхание где-то здесь же, может быть. Одновременно с этим, одновременно у нас есть поза, чувствование всей этой формы. Живот, дыхание, форма, поза. Потом вспомним о слушании, что она тоже здесь, как будто вы расширяя себя в пространство. Все, что мы слышим, тишину или звуки, где бы они ни происходили, близко или далеко. Если мы слышим их, значит, мы уже как будто там тоже. Наконец, взгляд. Если вам это удобно, можно приоткрыть глаза, упуская взгляд, смотря как бы никуда. Это сфокусировано. Если взгляд сам фокусируется на каких-то объектах, можем замечать этот процесс, отпускать. Но это мы собраны в этом присутствии. Во всех этих аспектах мы видим, слышим, чувствуем течение жизни, как она есть. это может быть такой базой, основой нашей практики. Время от времени или спонтанно, просто без, как будто без причин. Или как отклик на любой феномен, внутренний или внешний, мысль, звук, все что угодно. как будто из глубины живота как будто мы можем задавать этот вопрос. Что это? Просто оставаться слушающим дальше. Другой вопрос, другая формулировка может быть. Или может быть без слов. Главное, что мы можем продолжать слушать открыто, ни за что не цепляясь. просто быть. Давайте так посидим. субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 И очень постепенно будем двигаться к завершению. У нас примерно 5 минут еще до завершения практики формальной. И, соответственно, мы можем опять смотреть с любопытством, почувствовать, интересуясь своим состоянием, как вы сейчас, как дышится, как вы в целом телесно себя переживаете, чувствуете, и как вы переживаете себя вообще, вообще в целом. Включаем какое-то эмоциональное состояние, общее состояние. Что сейчас больше проявляется, чем в начале практики, что меньше? Как бы вы охарактеризовали это состояние? Что есть в нем хорошего, важного для вас, ценного? Давайте поблагодарим друг друга, просто чтобы выразить признательность. Вот мы собрали здесь сегодня для себя и друг для друга. Каждый, придя сюда, пришел и для себя, и для других. Можно сказать спасибо. Каждый, придя сюда, создает это пространство, эту встречу, это событие. Спасибо вам. Если какой-то оттенок благодарности рождается, можем также пожелать чего-то хорошего и доброго для друга, друг к другу. Что-то объединяет всех, раз мы сюда приходим, опираясь на эти ценности, можем пожелать важного для каждого из нас, для всех нас. Затем можем повспоминать своих близких, и здесь можем расширить круг существ. Не только люди могут быть, животные, если у вас есть близкие или растения. С кем вы в отношениях, с чем вы в отношениях находитесь, кто с вами в отношениях. В отношениях, с которыми создается ваше это событие. Может быть, даже вы включите какие-то вещи, ценные для вас. Может быть, вы их чувствуете живыми, достаточно живыми, чтобы в отношениях с ними возникало это событие. Можем поблагодарить их всех. За раскрытие, разворачивание нашей жизни в этих отношениях. В этой сети отношений. Также пожелать, может быть, всем всем, или как будто по отдельности, кто вспомнит сейчас, кому захочется, пожелать чего-то хорошего и доброго. Может быть, что-то очень конкретно у каждого существа. Затем можем, чтобы объединить жизнь, вспомнить о ее цельности. Можем повспоминать прошлое, какие-то прошлые важные для нас события, встречи. Это может быть какие-то мгновения всего лишь, или достаточно долгие периоды, за которые вы благодарны жизни и тем, кто осуществлял вместе с вами это событие. Можем сказать спасибо. Через эту благодарность можем возвращать то, что ушло себе сейчас, потому что оно никуда не ушло. Мы с нами, если мы помним об этом, оно в любом случае повлияло на нас. Мы несем это в себе. Можем сказать спасибо. Специально я предлагаю поблагодарить учителей, кого-то, с кем вы встречались вживую, кто на вас повлиял, и кого-то, кто жил, может быть, очень давно или где-то далеко, кто повлиял на вас словами или образом, или своим образом жизни, вдохновил, направил на путь. Если кто-то из них жив, можем пожелать им тоже чего-то хорошего и доброго. Каждому существу нужна поддержка, забота. Можем пожелать им всего хорошего, что мы можем пожелать. Если я чего-то или кого-то не упомянул, что вам хотелось бы поблагодарить и тоже пожелать, можем вспомнить об этом, что сейчас придет, поблагодарить себя, пожелать себе чего-то хорошего. Теперь мы можем расширить восприятие снова и как будто бы так посмотреть, послушать, почувствовать во все стороны бесконечности. Вспоминая, что эта бесконечность населена чувствующими существами, живыми, чувствующими бытиями, событиями. и можем пожелать всем им чего-то хорошего и доброго. Что объединяет нас всех, что может нас объединять всех, вне зависимости от того, в какой форме мы живем, кто мы или что мы. если что-то единое для каждого существа. И самое завершение. Давайте посмотрим, опять же послушаем сегодняшний день, как хотелось бы его проживать. Не знаю, что он нам будет приносить, мы можем опираться на ценности и знать, как хотелось бы с ним встречаться, чем отвечать на этот день, каким собой, какого собой, какого себя воплощать в большей степени, какую себя. Мы можем это взять с собой в день, вместе с вопрошанием, с вопросительным взглядом, с интересом, с любопытством. Отпустить сейчас все, что захочется отпустить еще, оставив здесь, в этом пространстве. Давайте себя погладим, по животу, немножко его разминая, по всему телу разгладим, растирая тоже какие-то участки. потянемся, подвигаемся, аж скрываясь всем телом, поглядимся еще раз в пространстве, как он видит сейчас, так же, как в начале, или может быть, чуть-чуть, по-другому. и как в целом, еще раз можем проверить. Хорошо, и по звуку Гонга закроем это пространство практики и 10 минут посвятим творческому отклику. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан 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 Субтитры создавал DimaTorzok Поговорим У меня сегодня Заготовлена большая речь Лекция очередная Но перед этим Хочу попросить Поддержки очередной Потому что Получается так, что Мне вот эту Квартиру нужно будет сегодня покинуть Где я остановился И Переехать перейти к подруге, а вечером, точнее ночью я уже поеду в аэропорт. Получится, что сегодня вечером мне тоже, наверное, будет сложно везти от нее, просто неудобно это будет там. Ну и утром я буду уже где-то в воздухе в это время. Поэтому, если кто-то может, сегодня вечером и завтра утром, может быть, это два разных человека подежурить у нас в наших встречах, то если кто-то может, то я буду благодарен. Зионовый, да? Спасибо. Тогда мы с вами спишемся в Телеграме и договоримся, что там вы зашли, попробовали, проверили, впускает ли вас зум. Хорошо, спасибо. Окей, этот вопрос решили. Теперь можем пойти дальше в наши темы. Ну, все, что я собираюсь сказать, я говорил миллион раз для тех, кто был на других ретритах, кто ходит постоянно к нам сюда. Но просто мне важно как-то поворачивать одни и те же элементы вот этой общей картины, чуть по-разному, а в соответствии также с элементами практики. просто я считаю, что это конкретный метод, это техника, технология, не знаю, как это назвать еще, она тоже, естественно, в контексте буддийской практики существует, соответственно, она ведет по определенным пути нас. У нее есть определенные задачи. Вот. Давайте же я начну. Вот у меня есть предмет, объект, который я все время показываю. Ну, в смысле, такие вот объекты. Это называется чашка. Я пью из нее чай. И вот вы сейчас видите, надеюсь, вот она тут закрывает мое лицо прямо. Вот это голубенькая чашка. Ну, вот у нас на фоне стены я ее покажу. Вот так. Вот. Вот как раз на фоне стены может быть это лучше и видно. То есть вот когда вы смотрите сейчас на экран, то, ну, вы видите, вот что вы видите. У нас есть фон. Это белая стена. И у нас есть несколько объектов, которые, надеюсь, ваше внимание сразу же выделяют. Микрофон, человек, вот сидящий и чашка. И вот это интересно, да? То есть, что так устроено внимание. Ну, что делает? Оно сразу же выделяет эти объекты. То есть из общего поля восприятия оно выхватывает объект. И это какая-то такая наша базовая запрограммированность внимания. Вот давайте этот рисунок я покажу. Его часто используют всякие в психологических школах разных. Тоже вот в гештальтерапии, насколько я знаю, популярен вот этот такой вот демонстрации такого такая. То есть, что мы можем здесь увидеть? Что как только у нас так вот сейчас у меня есть такой рисунок. Да, вот, да? То есть, здесь у нас есть что? У нас белое поле. Вот если вы сейчас обратите внимание, а что вы видите на экране? Видите белое поле? Вы его видите, да? Вы его осознаёте. То есть, получается, что в этот момент белое поле объект вашего восприятия. Оно такое однородное, целое. вот, но как только у нас появляется вот эта точка, ну, обратите внимание, вот сейчас нет точки, и вот сейчас она появилась. Ну, взгляд же мгновенно схватывает её, да? Ну, это просто так вот запрограммировано. Вот нет точки, вот появляется. Взгляд мгновенно схватывает точку. И что тогда происходит? Тогда происходит, что он этот взгляд фактически, ну, как-то игнорирует белое поле. Мы знаем, что белое поле есть. точка на чём-то появилась, да? Где-то она ведь появилась. Она появилась вот на этом поле. Вот раз она появилась, и... Но в этот же момент мы фиксируемся на этой точке, как будто забывая о существовании этого поля и даже какой-то их связанности. Ну, в том смысле, что точка не может существовать без поля. Без фона. Она на нём находится. Ну, дальше можем провести, вот есть у нас, вот если мы посмотрим так, то что здесь объект, вот если расширить так. Мы можем увидеть здесь как у вас это работает. можем... Вот я замечаю, что, например, я либо фокусируюсь на каких-то отдельных точках, может быть, на группе точек, либо на одной точке, либо я могу здесь расширить восприятие в виде как бы весь, всё поле, да, у нас есть какие-то варианты. И вот такой рисунок тоже его любят всякие гештальтисты, вообще всевозможные психологи. То же, если мы посмотрим, у нас внимание так работает, что оно либо выделяет вот эту чашу чёрную, либо два профиля. То есть, когда внимание с чашей, то два профиля, они существуют, мы знаем их существование, но они уходят в фон. Они перестают быть актуальными, как бы, для нас. Вот актуализируется в чаше. Потом, если мы... Вот что происходит, когда профили начинают проявляться? Вот что-то такое внутреннее, да, такой сдвиг внимания лёгкий. И вот если нам надо увидеть одновременно, это какое-то такое... Ну, мы можем это сделать, как бы, расширяя такое восприятие. Хотя, всё равно будет сложно. Вот я, например, замечаю, что у меня это как бы так мерцает. Профиль чаш, профиль чаш, очень быстро как будто, чтобы мне как будто удерживать этого внимания одновременно. Ну, вот, это просто, ну, мне кажется, важно помнить о том, что наше внимание, оно определенным образом устроено, оно запрограммировано, на определенное восприятие. Причем, это не только человеческое. То есть, мы выделяем объекты, как вот эти формы для чего? Ну, для использования их. То есть, для чего еще? То есть, для того, чтобы, то есть, мы различаем, что какие-то объекты, они для нас могут быть полезными или вредными, или нейтральными. Вот, собственно, такая очень простая схема, наверное, для, характерная для всей жизни. Просто у нас еще вот в человеческом мире, мы не знаем, как это в животных происходит, но там сейчас много исследований животных, как-то при появлении каких-то разных приборов дополнительных, возможностей исследования. эти биологи, вот Саша, не знаю, как Саша с Олей дадут мне соврать или нет, но обнаруживают способности у многих животных, чем более разницы животных, действительно распознавать не только объект, но и как бы даже вот эту концепцию этого объекта. Ну, помните, я вот демонстрировал этот рисуночек этого мультяшного героя, героя мультфильма Чарли Браун, что если его там как-то менять радикально, например, отрезать кусок, просто показывать кусочек Чарли Брауна, то голубь он все равно распознает, что это знак, обозначающий где у него там еда. То есть это уже некая такая вот зачаток концептуального мышления, то есть у него есть определенная идея, определенный образ, определенная концепция, которая может вот меняться, а при этом все равно остается концепцией. Ну, вот образ сам меняется, то есть вот Чарли Браун, там вот эта фигурка этого человечка, они его поворачивают, а голубь все равно распознает, они отрезают ему кусок, показывают только кусочек этого Чарли Брауна, они все равно распознают. Значит, у них есть уже какая-то абстрактизация этого определенная. Ну вот, но у нас это, конечно, очень сильно развито, и мы об этом знаем просто из своего опыта, что у нас есть объект, и на индийском языке, на санскрите рупа, форма, то есть форма, то есть мы, вот как бы чашка объекта, у нас есть границы, и мы отделяем его от всего остального от фона. И у этого объекта есть имя нама на санскрите. И вот именно такая важная для буддизма идея нама-рупа вместе, что у нас появляются объекты, вот есть нама-рупа, вот у него форма и название. Испоминая нашу притчу, которая исходит от нашей практики, вот этот ученик пришел к учителям, и он его спрашивает, откуда? Он говорит, с горы Сун, и что он обозначает, он говорит, что у этого есть гора, это форма определенная, то есть если я подхожу к этой горе, она появляется в моем поле зрения, вот я вижу, ага, вот гора появилась. Сразу есть название Сун, гора Сун. Это нама-рупа, то есть опять, для чего это надо, для чего все это нужно вообще, что движет этим? Я хочу подчеркнуть, что это не только человеческое, любое живое существо, ну, судя по всему, как мы их можем наблюдать, выделяет эти объекты, формы, и вот я хочу показать тоже видео маленькое, которое нам Саша когда-то показал, и я его теперь, оно мне очень понравилось, я теперь его использую все время для вот этих демонстраций. Вот здесь у нас на этом видео есть взаимодействие, вот давайте остановлю, назовем это так, чувствующих существ, чувствующих, вот как в буддизме называем, почему они чувствующие? Потому что они чувствуют, потому что они распознают, у них есть восприятие, они могут чувствовать реальность как-то. И вот есть такая большая одна, это одноклеточные существа, да, вот одна, один большой какой-то организм такой, и такой маленький, и вот этот большой организм, он бегает, он как-то плавает там в своей среде за маленьким организмом, и он его пытается, значит, поймать и съесть, поймать и съесть, вот он движется, 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 сейчас мы увидим, вот, и все, он его поглотил, ну, поглотил. То есть на этом, ну, вот, в примере мы можем видеть, что, ну, как бы живые существа, они, вот, как так получилось, что этот объект, один объект, точнее, одно существо догоняет другое существо, оно его видит, ну, в смысле, как-то его распознает, у него нет глаз, но оно его каким-то образом чувствует, поэтому оно чувствующее существо, оно чувствует другое существо, как объект, оно его выделяет из общей среды, давайте, я тебе это сейчас покажу, чтобы не быть голословным, вот у нас есть такая среда, некая среда, некий фон всего происходящего, и вот это одноклеточное существо гоняется с другим существом, потому что оно его как-то распознает, как отдельное, другое существо вот во всей этой среде, оно отделяет его от себя, естественно, отделяет его от всей среды, распознает именно его, именно его, оно не хватает, все подряд, оно именно бегает за этим, и чтобы, значит, его съесть. Ну, а это существо, оно делает то же самое. Почему оно убегает от этого большого? Потому что оно его боится. Понятно, что оно не хочет быть поглощенным, не хочет быть убитым, не хочет потерять свое отдельное бытие, но хочет спастись от этого монстра, который, значит, его в итоге все-таки пожрал. Пожрал он. Монстр пожрал? Пожрал, да. То есть получается, что даже на уровне таких совершенно, ну, как мы их называем, примитивных существа, каких-то простейших организмов, одноклеточных, вот этот же механизм, он работает. Ну, вот есть объект, я его каким-то образом распознаю какими-то своими органами чувств, взглядом ли, на ощупь ли, может быть, на слух, там какие-то объекты я могу распознавать. И дальше, а дальше что? А дальше у нас вот есть этот модус выживания, можем так это назвать. Да, вот в индийской традиции, не только буддийской, но и там вообще в общей индийской, которую мы называем там индуистскими, тоже течениями разными, духовными или религиозными, это называется мир сансары. То есть, когда мы обусловлены только этим, ну, в смысле, что мы только в этом модусе и живём. Вот в смысле, что как будто у нас нет ничего другого. Нам важно выжить, и всё. Вот как важно выжить этим одноклеточным существам. Что мы здесь можем видеть вот в этом фильме? Ну, что они борются за существование, да, фактически. То есть, маленькое существо убегает от большого, чтобы выжить, а ему начинают спасти свою жизнь, продлить её ещё на какое-то время. Большое существо тоже борется за существование. Оно хочет поглотить это существо. Ну, для чего? Чтобы поесть. Ну, пока там есть другая ещё часть этой истории, которую Саша нам объяснил. Но мы потом к ней перейдём. Она тоже имеет отношение. Ну, вот сейчас будем считать, что это два отдельных существа, у которых свои задачи. Вот одно хочет избежать, чтобы его съели, другое хочет, чтобы его, чтобы поесть и тоже стать этим самым. Ну, чтобы тоже выжить благодаря этому. И вот здесь мы приходим к такой, ну, моральной, фактически, этической дилемме, для нас, для людей. У нас же этика уже появляется, да? Мы же не просто вот движимы исключительно голодом и спасением от голода других существ. Ну, мы считаем себя выше этого. Это важно для нас, но у нас есть ещё что-то. И вот есть такая притча, я тоже её приводил не раз, тоже индийская, там ещё в разных она традициях использует, потому что действительно это относится к общеиндийской традиции. Но она экзистенциальна, то есть как бы это не какая-то культурная особенность. Это просто индийцы задумались над этой инди... и над этой экзистенциальной темой жизни вообще. Задумались и задались вопросом, можно ли это как-то решить, эту проблему. Так вот, ну, такая притча, что сидит некий царь или царица, там, в общем, какое-то существо, которое принимает какие-то решения о жизни и смерти. И во дворе, где она сидит, в этот зал залетает голубь, и, значит, за ним летит, тоже залетает след за ним там сокол, как он теляриал, ну, сокол там, скажем, хищной птицы. И этот голубь, спасаясь от орла, подлетает к царю и умоляет его, чтобы он его спас. Спаси меня от этого монстра, который за мной гонится. Ну, и обосновывает. Он говорит, что, ну, у меня дети, их нужно кормить, если я сейчас там им не принесу еды, то они умрут с голоду. Потому что я даже не только о себе забочусь, а вот о детях, о семье. А тут же вступает в этот разговор сокол, говорит, слушайте, ну, о чем это говорится? Как бы, извините меня, конечно, но вот ты питаешься, значит, червяками там и какими-то зернами, и твои дети этим питаются. А я питаюсь, и мои дети питаются голубями. Если я их не накормлю, то они тоже помрут. Вот, и вот получается, ну, вот, вот дилемма такая, да, как, вот здесь этот царь, которому как бы надо принять решение, а кто важнее? Эти или эти? Дети, значит, и голубь, и его дети, его семья, выживание этого рода, или выживание сокола и его семьи. Знаете, и у царя нет ответа, ну, потому что кому, кто природе матушки дороже, ближе? Ну, так вот, если с точки зрения просто какого-то бытия, ну, как-то все же важны, а почему нет? Ну, кто ценнее, чья жизнь ценнее? У нас есть какие-то весы специальные для этого? Мы можем что-то придумать на этот счет, сказать, что, ну, вот какие-то там животные, какие-то существа более развитые, а почему, собственно, а почему более развитые они? Развитость это в чем? Как мы ее меряем? Это же мы как-то придумали, что вот развитость, ну, там, усложнение, скажем, да, усложнение. Окей, это будем считать критерием развитости, и тогда, что это, да, мы будем ценить больше этих существ, а мелких, ну, там, скажем, одноклеточные менее ценные, а многоклеточные более ценные, А одноклеточные, между тем, выполняют огромную роль в жизни многоклеточных. Например, мы же перевариваем пищу. Сколько в этом соучаствует специфических существ в нашем переваривании, без которых мы просто ничего бы не переваривали, без которых мы бы не выжили бы. Сколько вообще в нас существует в симбиозе с нами существ, которых мы не видим вообще, неосознаемых существования, но только под микроскопом мы можем их заметить, которые живут вместе с нами всю жизнь, и колонии какие-то их, и они помогают нам жить. Какие-то вредят, какие-то помогают. И вот опять, как тут взвесить? Давайте сейчас убьем всех существ внутри себя. И, ну, вот, скажем, антибиотики как работают. Да, мы можем там какую-то болезнь заглушить, но мы же знаем, что антибиотики, они же без разбора там, скажем, убивают огромное количество существ, которые полезны нам. И тогда это уже вредно становится. Тогда нам нужно еще специально что-то для восстановления баланса вот этого, что-то добавлять себе. В общем, сложно все. Вот эта картина, получается, что она сложная, что нет критериев, ну, вот, как бы выбрать, кто важнее, кто, значит, не важен, кого оставить в жизни, кому не оставлять. Часть, что критерий исключительно такой субъективный, эгоистичный, в общем-то, получается. Что моя жизнь важнее вашей. Моя жизнь важнее, там, этих самых, каких-то бактерий. Моя жизнь важнее того и сего, там, в жизни. Жизнь моих детей важнее жизни других детей. И вот тут, ну, мы как люди встречаемся действительно с моральной дилеммой. Ну, фактически, мне кажется, неразрешимой таким каким-то обычным, простым способом. Да, вот раз, и говоришь, что вот это правильно, это неправильно. Мы встречаемся со сложностью, с которой нам надо как-то быть, с которой нам надо как-то размещаться, в которой. Так, здесь Саша Келлин писал. Ну, где же у нее помещается страх у этой бактерии? Головы у него нет. Вот, Саша, к тебе вопрос. Ты же биолог. Вот действительно что-то движет это. Почему вот что движет этим маленьким существом наклеточным, который избегает того, чтобы его съели? И мы явно видим, что это точно нет головы. Ну, а у нас разве мы, когда боимся, это в голове страх происходит? Вот мчится на меня машина, скажем, или вот сейчас у нас украинцев, которых обстреливают, летит ракета, взрыв. Это что, интеллектуальный, что ли, страх? Это страх всего организма, всего тела. Это вся нервная система в этот момент возбуждается. И она требует какого-то отреагирования. Вот Мзиона пишет. Страх — это физико-химическая реакция клетки на определенное электромагнитное поле врага, которое тоже формируется физико-химией, физико-химическим процессом. Бег от врага — это отталкивающая сила этих полей, любовь, притяжение этих полей. Ну да, можем это по-разному описывать, но в любом случае что-то нами движет. Вот есть некое переживание, спасение. Нужно спастись и нужно поглотить, наоборот, что-то. Вот я сейчас покажу этот рисунок, который я тоже часто показываю. Я его как-то специально сам сгенерировал, так сказать, из разных найденных в интернете рисуночков. Вот у нас получается, что у нас такое вот существо. Я здесь изобразил человечка, но в принципе… Ну, потому что нам люди ближе как-то, да? Мы сами люди. Но в принципе сюда можно было бы любое чувствующее существо, вот ту самую бактерию, там что угодно, все живое, да, как отдельное существо. Вот я его сюда поместить, и вот оно бежит, влековывая неким притяжением, вот как эта бактерия, бежит, бежит, хочет его поглотить, поглотить какую-то еду найти, найти еду, продлить свое существование и не только свое, но вот еще и гены свои, да, продлить, как бы, получается, что вот как этот голубь говорил, он говорит, я не ради себя вообще хочу спастись, ради детей. И сокол говорит, я не ради себя хочу съесть это в голуби, ради детей и там принести это в голуби детям. Я тоже поем, конечно, но вот главное они. В любом случае есть некая вот эта голод, 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 который гонит это существо, притягивать. И опять же есть индийская там какая-то такая поговорка, вот из тех самых древних текстов еще у Паниша там, короче, каких-то. Когда появилась жизнь, появился голод. То есть это движет, это движет эти существа, нас, чувствующие существа. Здесь мы можем увидеть, что, ну, это порождает жадность, как такое гипертрофированное влечение, да, жадность, такая, знаете, одержимость этим приятным переживанием. Да, но это уже вторая часть. То есть, как, собственно, распознает, как существа распознают то, что за этим нужно влечься, бежать за этим, хватать это, поглощать это. А оно распознает это, ну, из каких-то приятных ощущений. Ну, мы можем предположить, конечно, только, но, мне кажется, если посмотреть вот на эти, на, как сказать, вот эту... вот это, вот что, опять же, влечет эту большую клетку, чтобы она съела маленькую. Ну, по-видимому, ну, как, мы можем догадываться только, ну, какой-то, действительно, она же не может, как бы, то есть у нее должен быть какой-то стимул для этого, да, мотивация какая-то. Что ее мотивирует? Вот она, ну, наверное, она знает как-то, внутренне знает, что когда она ее поглотит, она испытает приятные ощущения. Ну, а какой еще мотив может быть, да, вот она его... Вот сама эта, сама охота, ведь это уже приятно, да, вот она, может быть, еще не достигает, но мы знаем, вот когда мы охотимся на что-нибудь, на кого-нибудь, хоть на знания, хоть на что угодно, да, вот нам нужно что-то добыть, 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 там есть такой азарт, может быть, появляется, а потом вот она ее так уже, ам, и все, и тут вообще, наверное, у нее экстаз такой, а-а-а, все, все, как она, значит, там наелась. Вот. Это одна часть стимула, да, получается, вот как у этого существа. То есть притяжение к приятному и такой бесконечный бег за этим. Потому что ведь получается, что во времени мы живем, и во времени вот она сейчас эту съела, клетку, потом, значит, проголодалась опять, следующую надо, следующую, следующую. Ну, и мы все так. Голод, он появляется, он уталяется на время, а потом снова голод, и жизнь продолжается. Вот. А с другой стороны, это, вот, мы здесь видим две стрелки, одна влечет, а другая подгоняется, да. И здесь у нас отвращение, избегание. И, собственно, если мы посмотрим опять на эту историю отношения этих двух клеток, уже с точки зрения вот этой маленькой, то она вот как раз избегает, да. То есть ее сейчас основной стимул к движению, стимул к движению, это страх от отвращения, можно сказать, отвращения. То есть она хочет отвратиться, избежать, убежать от этой большой. Вот. Соответственно, ее мотивация, ее стимул — это отвращение. И вот это основа жизни. Получается, что два этих мотива — бежать за чем-то, поглощать, есть, наслаждаться этим приятным ощущением и избегать отвращаться от неприятных ощущений. И в крайней степени вот уже в человеческой форме. Потому что мы... Ну, хотя животные жадные тоже, да. Жадные. Просто у них, у них, естественно, есть ограничения для этого, для жадности. Ну, природа сама их ограничивает. То есть они не могут там... Хотя опять я вот сейчас говорю об этом, я знаю там какие-то истории, когда какое-то вот это сильное влечение, оно тоже... У животных тоже может не иметь тормозов. Ну, я знаю, например, какой-то есть грызун такой. Я не помню. Ну, вообще, какой, где-то живет этот грызун. И у него в период... Ну, у животных в основном вот эти сексуальные импульсы, такие периоды, они периодами именно возникают. То есть они не все время, но большинство животных. У них есть периоды гона, да, вот так называемого. То есть когда их вот это... Вот как раз слово это гонит. Природа их гонит размножаться. Вот они не могут вообще с этим ничего сделать, совладать. Вот этот... Это мышь или какой-то там грызун. Вот у него, когда это начинается, он, извините меня, буквально затрахивает себя до смерти. То есть вот им он... Ну, вот он как бы влечется. Он не может остановиться. Его эти... Какие-то вот вещества у него эти выделяются внутренние, которые его гонят, 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 чтобы он занимался сексом до бесконечности, пока не умрет. То есть до полного истощения. Он несколько суток это делает. Я уж там не знаю, что женщина испытывает вредно. Но вот он умирает в итоге. Ну, а значит, жизнь продолжается. Вот ген он свое передал. Дело свое сделал. Ну, точно так же мы знаем про пауков. Там, да, вот что они... Вот тоже такое сильное влечение, что они идут в эту... Вот мы... Я не знаю, они знают это или не знают. Но в любом случае они погибают после размножения. Их паучих съедать просто. То есть вот эта сила, это увлечение настолько большая. Ну, а у нас в человеческом мире, у нас кроме вот этих природных, биологических, вот там, секс, еда, у нас же еще очень много появляется вот этого символического, да, когда оно важно. Атрибуты какие-то, которые вообще-то для выживания самого не очень важны. Ну, вот все вот эти там, не знаю, там, какие-нибудь часы за миллион долларов, или там какие-то машины дорогие, какие-то эти вот пресловутые яхты, там еще что-то. Ну, это все показывает. Ну, дворцы там, да, огромные дома. Вот люди делают это. Для чего? Это как бы нужно, чтобы выжить прям вот? Ну, нет. Просто статус, статус определенный, определенная уже знаковая система. Вот тут все еще больше усложняется, да, когда мы говорим на Амарупа, тоже объект, дворец какой-нибудь, или там яхта, или машина, крутая тачка. Этот объект, это уже не просто сам по себе объект. Ну, вот там чашка, ну, опять же, мне нравится, когда я пью из красивых чашек, ну, как-то, чтобы эстетически было приятно. Опять же, тоже, тоже самое эмоции. Мне приятно смотреть на какую-то чашку, держать ее в руках. Мне влечет это приятное переживание, эстетическое. Ну, и плюс чай. Вот, ну, соответственно, все-таки это какой-то небольшой такой объект, и он, ну, если это вода там, да, или жидкость, которая утоляет действительно мою жажду, ну, это действительно связано напрямую с выживанием. Но там вот дворец, скажем, какой-то, или какой-то вот автомобиль, который не только сам по себе средство передвижения, но еще и символ статуса некого, он связан с выживанием опосредованно, наверное, да, уже. То есть, опять же, в нашем человеческом мире у нас есть вот эти разные статусы. Кто богаче, кто там, значит, как-то представлен. У кого там слава, богатство, власть. Слава, богатство, власть. Да, вот эти. Он как бы находится в иерархической какой-то нашей системе человеческой, как бы выше других. Ну, у него просто есть власть над другими, так или иначе. Власть через деньги, власть через силу, например, военную, там, полицейскую какую-то, физическую такую вот, что он может применять насилие к другим. Или власть через славу такая вот тоже опосредованная. Мы начинаем восхищаться этим человеком как-то, и он может нам что-то там диктовать, говорить, что правильно, что неправильно. Ну, как бы, да, это выживание. Потому что человек, обладающий этими ресурсами, у него больше возможностей выжить, естественно, его детям там и так далее. Поэтому люди стремятся к этому. Здесь важно, что вот эта жадность, мы часто морально ее как-то осуждаем, как такое моральное, ну, как качество низкое. Мы говорим, ну, жадный человек, а вот какой-то более щедрый человек, он, это как мы ставим, опять же, в своей иерархической ценностной системе выше, а жадность – это низко. Но важно же понимать, что это все чем-то обусловлено, что люди жадны не потому, что они какой-то из чадья до какого-то, да, вот они какие-то служат злу, верой и правдой. Они обусловленные просто. Их это гонит. Это гон вот как у этого корзуна у этого, как у паучка у этого, который гон тоже. Вот их гонит на это, на то, чтобы больше власти, больше славы, больше еще жрать, 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 жрать. Почему? Потому что страшно. Ну, как бы страх. А уж с другой стороны, вот как раз с одной стороны удовольствие, вот это приятное, а с другой стороны подгоняет ужас и страх перед жизнью. А что, если у меня дворец-то отберут? А что, если у меня, значит, эту тачку, тачка у меня понизится в статусе? Ну вот, была какая-нибудь одна крутая, а я, честно говоря, не знаю этих марок всех. А стало хуже по этому. Упал, значит, я в рейтинге. Или в рейтинге, да, вот упал. Сейчас вот это в каком-нибудь рейтинге. Вот у меня столько подписчиков в Инстаграме, а у этого столько подписчиков. И вот у меня было столько, а потом раз, и люди во мне разочаровались, я что-то сделал, нету. Люди во мне разочаровались, и у меня сразу уменьшилось количество подписчиков, сразу же мой статус упал, и все. И вот тут страх. Страх, что я не выжил без этого. Как же так без подписчиков? Вот мне надо снова, мне надо поесть побольше, нажраться подписчиков, накопить их себе, напихать свой этот Инстаграм, Телеграм, там еще куда-то, Ютуб. Вот, потому что здесь подгоняют меня, с другой стороны, уменьшение подписчиков. Ну, в общем, вот когда он так, я не знаю, как для вас, но я когда это рассуждаю, так, мне смешно становится, ну, потому что что это за фигня? Фигня какая-то, да? Ерунда такая, во что мы играем? Тут вообще какое имеет отношение к смыслу жизни, к ценности жизни, к глубине жизни? Какое это имеет отношение к количеству подписчиков? Тачка, дворец там. Оно как бы имеет отношение только к выживанию. И вот тогда у меня возникает этот вопрос такой философский. Но он не просто, он не отвлечен на философский, он вообще как раз о смысле жизни. Зачем? Мне подписчики, зачем? Мне тачка, зачем? Мне это зачем? Мне жрать, вот постоянно жрать, что-то это зачем? И что хочу от жизни? Вот это, вот это бактерия там какая-то, которая гонится за другой, другая бактерия, которая убегает от другой. Это зачем все? Мне от этого что? Вот если я, эта бактерия, смысл какой в этом? Ну, выжил я, ну, вот не съели меня сейчас, не убили меня, не съели, и что? Ну, мои дети, окей, и что? Дети, зачем им такая жизнь? Вот я родил сюда детей еще. Это зачем? То есть получается, что мы, ну, как бы, детерминированы вот этой природой, ограничены, да, что у нее какие-то задачи там, а мы про них ничего не знаем, зачем-то мы тут выживаем, какой смысл? И вот, например, георгистенциальная философия, насколько я так знаю, западная, она появилась вот из этих вопросов. Вот это зачем? Вот это все? Там, ну, как бы, тогда мы видим такую абсурдность, вот абсурдность всего существования, да, получается, ну, вот, Камил, известный, да, философ, который как раз об этом, всю свою философию вокруг этого построил. У нас есть абсурд жизни, то, что вот есть это, гон этого выживания, бежать за приятным, избегать неприятного, приятное ассоциируется с ресурсным, неприятным, с опасностью, соответственно, с отбиранием этого ресурса, с уничтожением. Это нас гонит, мы как будто какие-то игрушки этого всего, и зачем? Не лучше ли себя убить тогда, чтобы не мучиться? Потому что это сильно, это же истощает, но все время бежать в этом круге сансары, говорю буддийским языком. Зачем? Ну, и дальше, ну, разные люди ищут ответ на этот вопрос, зачем? Они как бы пытаются найти его для себя. Там многие эксенциалисты, они говорят, не зачем, мы не видим смысла, мы все равно будем жить вопреки всему. Ну, или находить какой-то смысл индивидуальный, что кроме этого, что все-таки находить что-то. Вот как? И поэтому Камю там обратился к мифу о Сизифе, да, вот этот Сизиф, он толкает этот камень на гору, на гору, на гору, он знает, он знает, что он упадет, а он все равно его толкает, вот вопреки тому, что все равно упадет. Вот почему-то важно. Вот это как-то выходит за такое рациональное, объяснение. Какая-то все-таки ценностная здесь основа возникает, которую мы можем скорее больше, может быть, чувствовать, чем как бы объяснять себе. Но это не все. Есть другие учения, в том числе буддизм, то, что мы называем духовное учение, которые говорят, да, у нас есть это, мы обнаруживаем себя это, вот у нас есть это, влечение к приятному притяжению, притяжение, влечение к приятным ощущениям, которые у нас ассоциативно связаны, не ассоциативно, а прямо напрямую, как бы, да, сцеплены с тем, что это ресурс, все приятное, это ресурс. И отвращение, избегание, неприятное, все неприятное, это плохо для нас, делает нам бред. И вот у нас есть эти жадности, ненадости. Но у нас есть еще вот это вот наверху, вот здесь, неведение. И вот это самое важное, получается, для духовных учений, для буддизма, для всяких индуистских течений, для суфизма, скажем, для христианства, особенно для тех, которые мы называем мистические, где все-таки важно не просто поверить во что-то, там, концепция какая-то, идея, опять же, давайте поверим в бесконечную жизнь, там, в вечную жизнь. Давайте просто поверим в это. Как мы это узнаем, если душа, вот там, душа, она вечно. Как мы узнаем в этом? Давайте просто поверим в это. Ну так, без всякого опыта, переживания это, давайте просто поверим. Ну, тут всегда, ведь у нас эти сомнения будут прокрадываться в нас, да, а чему я должен верить в это, кто это сказал, что какие-то там авторитеты, а почему они авторитеты, как они это узнали, что они, может, они присвоили, может, они придумали все, может, у них какая-то галлюцинация была, что им показалось, что у них жизнь-то вечная. В общем, без опыта переживаемого, ну, как бы, у нас всегда возникают эти сомнения. Мы можем очень тщательно закрываться этим представлением, верой, вот этой, да, такой, верой, которая не связана с реальным переживанием. В этом смысле Маркс, насколько я понимаю, Маркс называл там религию опиумом для народа, для народов. Ну, в том смысле, что это приносит облегчение вот от этого как раз экзистенциального ужаса, ну, или вот этой, от этой бессмысленности этого гона влечения жажды, за жаждой и избегания этого, чтобы тебя съели. Что нам нужно как-то найти какое-то вот, трансцендировать это, выйти за пределы. И тогда приходят какие-то авторитеты, люди, которые нам описывают какую-то картину мира, где мы можем трансцендироваться от этого, найти какой-то другой дополнительный смысл. Но именно через такое вот, опять же, концептуальное объяснение, в которое нужно просто поверить, которое не дает нам перерывания непосредственно вот этого та, что вот у меня есть другая какая-то идентичность и связанные с этим какие-то другие мотивации для жизни. Вот. И если у нас только такое вот концептуальное понимание, в которое мы начинаем верить, ну вот Маркс и там Фейербах, они считали, что в общем-то это такое сильно как бы облегчающую боль жизни, гистенциальную боль жизни, наркотик, вещество такое. Но в любой религии, фактически, наверное, в любой, ну во многих, можем найти какую-то основу, то, что мы называем мистическую основу, где все-таки есть какие-то практики, какие-то способы выхода из привычного восприятия жизни и переживания жизни. вот восприятие, я здесь имею в виду, опять же, не только вот то, что мы называем восприятие органами чувств, вот я вижу, опять, что я вижу, я обусловлен этим устройством этого видения, я вижу комнату, в которой есть объекты, так, и обусловлено мое зрение, слушаю, я слышу, я тоже слышу фактически какие-то объекты, вот звук, сейчас, например, звук моего голоса, я же, его же, мое внимание, его выделяет из поля всех звуков как объект, он как, потому что основной, потому что мне надо вообще-то отдавать себе отчет, что я тут несу, что я говорю, ну, например, если я смещаю внимание, вот у меня еще шипит компьютер сейчас здесь рядом, ну, вентилятор работает, естественно, вот здесь мы можем обнаружить тоже, что как смещать, вот я могу обнаружить, как смещается мое восприятие, вот я, когда говорю, сейчас, мое внимание в основном голосе, и звук компьютера уходит в фон, а сейчас я продолжаю говорить, но чуть больше соотачиваюсь на звуке компьютера, и, значит, я распознаю его как основной объект, а звук голоса уходит чуть-чуть в фон, я думаю, что каждый из нас может так вот заметить, то есть, слух тоже так работает, то есть, он выделяет объекты, все остальное отправляя, как бы, в фон, и мы этим условлено, вот, восприятием такого, таким, но, помощью определенных методов, какой-то, вот, такой настройки на реальность, даже простых, вот, то, что мы делаем, например, когда я предлагаю спустить виглятор, сфокусировать вот это мгновение отпускания, может быть, не очень долго можем в нем существовать, но мгновение отпускания, оно что-то меняет мое восприятие, как-то, вот, да, что я перестаю ее видеть, эти объекты вот так резко очарченными и я могу видеть большую цельность от всей комнаты, со слухом тоже так же можно, да, я могу как-то пустить, расширить слух, воспринимая, как бы, объем, даже вот эти маленькие изменения, они переводят нас чуть-чуть в другой какой-то режим, а если тренироваться и следовать дальше, они могут нас перевести еще более радикально, изменить режим перерываний, и, ну, существует огромное количество методов в разных там духовных традициях, ну, что только люди не делают с собой там, истязают себя всячески телесно, чтобы вывести себя опять же за привычный модус существования, голодают там долго, то есть, всевозможные аскетические практики, практики дыхания, пранаямы там в йоге и прочее, там какие-то вот холотропное дыхание, ребёфинг, там прочее, 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 когда через изменение, ну, очевидно, химии какой-то тела, тоже меняется восприятие, и мы как-то начинаем переживать реальность по-другому, и так далее, огромное количество методов, способов что-то с собой, что-то с собой делать, что меняет наше переживание реальности. И вот через такие методы, ну, можно их назвать психотехники, мы можем выходить за пределы этой жёсткой обусловленности, вот этой вот, вот этим гоном, так сказать. тогда вступает в роль вот эта, вступает, ну, играет, начинает играть роль большую вот это третье неведение, то есть, мы начинаем видеть, ведать, вот ведать и видеть, здесь это получается как бы однокоренное слово, из единого корня индоевропейского видеть и ведать, ну, это понятно, да, что когда мы лучше видим, мы лучше знаем. Вот. И, соответственно, идея всех духовных учений, именно таких, которые стремятся трансформировать восприятие и не только восприятие, но идентичность само, переживание жизни, не о том, что мы можем трансцендировать себя из этого, то есть, превзойти это, вот это очень важная такая, здесь снова, вот сейчас я уже буду заканчивать эту часть, потом продолжим в следующий раз, то есть, если у нас есть модус выживания и вот исключительная запрограммированность на него, на этот модус, то, окей, вопрос тогда, есть ли еще какой-то модус, и можно ли его почувствовать, пережить как-то, ну и духовные учения обещают нам, что да, вот мистики всевозможные, практики вот разных психотехнологий, они говорят, смотри, если ты будешь делать это какое-то время, то ты это переживешь, вот некий другой модус, и там ты обнаружишь, через опыт обнаружишь, не через веру, не через то, что тебе это я сказал, как человек это испытавший, сказал, вот так все устроено, а ты сам это переживешь, почувствуешь другой модус, тогда ты будешь знать, тогда ты будешь ведать, тогда твои неведения по поводу того, кто ты, ну, ну, как бы, разве, то есть ты уже перестанешь неведать, ты увидишь, поэтому все вот эти практические духовные учения, именно практические, не которые предлагают нам поверить, а которые нам предлагают пережить, они так настойчиво рекомендуют какую-то практику, какие-то практики, какой-то путь практически, сколько бы мы не читали про что-то, сколько бы мы не рассуждали, вот я сейчас тут рассуждаю, 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 нам это важно, как часть опыта, как часть картины, как часть карты. Снова возвращаемся к теме карты. Нам карты нужны. Это все у нашего человеческого устройства. Нужно понимать, что мы куда движемся, что мы зачем-то движемся. Опять же, для той же мотивации, для стимула. Но само путешествие – это не карта, это не рассуждение. Само путешествие подразумевает выход за пределы обычного восприятия. Тут получается, что сложность в чем? Что техники, методы работают по-разному для всех нас. Нет универсальных. Поэтому мы пробуем разные. Еще вторая часть проблемы, что мы сами меняемся. Что на разных этапах жизни нам могут быть разные нужны методы. Что что-то, не работающее в одно время, потом, если мы к этому обратимся, оно будет работать. Вот. Поэтому ну вот как это есть такое Евангелие от Фомы, которое мне очень нравится. Она такая мистическая как раз, где там цитата Иисуса Христа Иисуса Христа, просто записана как-то вот из него. Там одна из цитат такая, что ищите, пока вы не найдете. Ищите. Ну, то есть, он как бы своих этих учеников. Ищите, 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 пока вы не найдете. И когда вы не найдете, вы изумитесь. Как-то очень откликается эта фраза, потому что, ну вот в моем пути это так происходило и продолжает происходить, когда вот что-то происходит, выход из этого модуса гона, так сказать, из этого выживательного модуса. А как он происходит? Через превосхождение. То есть, мы не перестаем это делать, мы продолжаем это делать, потому что этому вот как-то клетке, как мне, как человеку, любому чувствующему существу, мне нужно выжить. Иначе некому будет осознавать, некому будет трансформировать сознание, некому будет превосходить свою вот эту ограниченную идентичность. Она должна сохраниться. И, соответственно, тогда эта программа влечения и отвращения, она должна присутствовать. Вопрос лишь внутри ли я полностью этого и только ли это меня гонится. Или появляется еще что-то дополнительное, что-то большее, что-то трансцендирующее, превосходящее. И вот выход в эту трансценденцию, когда мы с этим, но мы больше этого, вот он всегда в моей истории, в моей жизни он всегда изумляется. А, вот же оно как, вот кто я на самом деле. и поэтому, ну вот как-то резюмируюсь это, наверное, предводя какой-то итог, что нам нужна практика. Вот это просто важно, если мы хотим выходить из вот этого какого-то страдания, именно здесь же вопрос не просто в боли, да, вот это как-то что-то, скажем, меня догоняет что-то угрожающее мне, кто-то что-то желающий уничтожить меня, поглотить меня. Это может быть как конкретные существа, люди, например, ведущие войну, нападающие на другую страну, на людей обстреливающих. Это могут быть дикие животные, это могут быть микроорганизмы, и это может быть такая вот сама экзистенциальная ситуация. Вот я старею, и смерть охотится на меня. Вот такая ситуация, в которой я оказался. Я заболел, и, значит, болезнь охотится на меня. И ну вот опять, я не знаю, как для вас, для меня просто это все как-то скучно. Вот один из моих учителей, Джон Дон, он часто говорит, что стремление к духовный путь, вообще духовный путь, он нужен, появляется эта мотивация к духовному пути. Она появляется у людей, которые, которым просто надоело вот в этой сансаре, он говорит по-английски, fed up, да, вот есть такое английское говоря, I'm fed up, то есть достала меня уже эта сансара, вот этот, и само вот это вот, просто вот этот гон, который меня все время гонит, вот давай жри, и давай избегай, чтобы тебя сожрали. Ну как-то скучно в этом становится в какой-то момент, бессмысленно как-то. И вот тогда появляется этот поиск смысла какого-то превосходящего, именно вот превосходящего, не отрицающего этого, еще раз, мы не можем из этого избирать, уйти из этого, но превосходящего. И мы его ищем, возвращаясь уже конкретно к нашему пути, к Ценскому, конкретно этого метода, ищем через определенную технологию изменения сознания, она такая очень минималистичная. Вот что мы делаем? Мы так успокаиваемся немножко, поэтому для нас важна это телешевание, какой-то приход к физическому балансу. Этот физический баланс постепенно опять же и постепенно тренирует нам к тому, чтобы нам сбалансироваться в целом тело-сознания. мы задаем этот вопрос, вопрос сам по себе не важен, важна вопросительность, важна любопытность, интерес, слушай. Это технология, это такая техника, очень простая, но у нее есть шанс что-то с нами делать, и здесь мы можем это замечать, и вот здесь нам тогда важны какие-то вот эти маленькие выходы замечать это изменение восприятия, вот что-то изменилось, как это переживается, как это, как это. Тогда это начинает нас двигать вперед куда-то, и потом может быть нам эта конкретная техника, метод перестанет быть нужным, но может быть эта конкретная техника, эта конкретная метод приведет нас к следующей конкретной технике, методу. Вот здесь мы можем вспомнить притчу об этом на плоте, Будда, который приводил, что вот вы идете в какую-то территорию, доходите до реки, вам нужно переправиться через реку, вам нужно средство передвижения, тогда вы идете в лес, делаете там плот, если что-то связываете, изберем каких-то илиан, переплываете через реку, а дальше вы бросаете плот, идете дальше опять пешком или там садите поезд, еще какое-то другое средство передвижения, путь продолжается, но наши вот эти методы могут меняться, но чтобы я дошел до реки, мне нужно какое-то, мне нужны ноги, например, чтобы я переплыл через реку, мне нужен плот, потом плот надо бросить, но чтобы я потом перейдил на другой транспорт, мне нужно, чтобы плот перед этим был, и вот поэтому, например, когда в завершении практики предлагаю нам повспоминать прошлую жизнь свою, ну, в смысле прошлые, вот, какие-то прошлые события, встречи, это про это, ну, для меня лично, я это и предлагаю, что все, что мы, все наши предыдущие, предыдущие движения по пути, оно имеет значение, оно имеет смысл, мы сейчас сюда пришли, благодаря тому, что у нас все было, все, что было, нас это привело, мы можем быть этому благодарны, чтобы сейчас создать плод, мне нужны были ноги, мне нужно было все, что было до этого, чтобы я дошел до этого места, вот, поэтому здесь, ну, мне кажется, важный такой аспект, не перечеркивать, что, что было раньше, вот, мы просто эту тему касались, вот, некоторые из нас здесь, вот, Лариса, Наталья конкретно говорили о своих прежних учителях, которые как-то, которыми у вас амбивалентное отношение было, но мы можем быть благодарными тоже, мне кажется, они были в какое-то время, они были важным плотом для нас, мы просто его оставили потом, но почему бы не быть благодарными, не остаться быть благодарными, даже оставив их там, на берегу, когда мы идем дальше, просто благодарность, мне кажется, это какое-то важное тоже переживание, чувство ценностное, именно, что мы ценим, мы ценим то, что вот весь этот путь, и это продает какой-то очередной смысл, еще один смысл, дополнительный смысл, пути, и жизни, и вот движение по ним. Окей, я хочу это продолжить, потому что там есть развитие, это фактически такое, какое-то начало очередного какого-то цикла, опять же, для большинства из вас это было совершенно никаким ни новостью, ни открытием, во-первых, из вашего опыта, я думаю, что все достаточно очевидно, из вашего духовного пути, изучения его, ну и из того, что я даже уже в этом говорил тысячу раз, просто, ну, мне кажется, имеет смысл карты время от времени тоже вытаскивать, напоминать себе о них, куда мы идем, куда мы движемся, что это все в принципе имеет смысл, вот, Зиона пишет, итог, надо практиковать, вот именно, нечего рассуждать, тут я на час целый расплылся, а всего-то все укладывается в три слова и одну черточку, и одну тире, итог, надо практиковать, еще там, значит, эти смайлики, так, давайте я прочитаю, что мы написали, Татьяна написал, благодарю за практику, Наталья, дождь, наконец-то пришел и к нам, соскучилась за полгода, я написал, хорошо, когда есть время, время на расставание, на отпускание, когда ладонь может просто рожаться, это ведь правда, что она может рожаться, правда, что это просто, бабочка жизни полетит дальше, что ее ждет, неизвестно, Василиса, как котенка за шкирку, берет меня рука большего и кладет к себе на сердце, а я пишу, не в силах осознавать, елка, шух, 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 метет и метет метла, что это, думает дворник, смотря на мое сидение, что это, думаю я, похоже, что практика кинцуги жизни моей, спасибо, кинцуги это склеивание чашек, если вы знаете в японской традиции, Александра, сижу на подушке, больная, 50-летняя, на берегу реки жизни, слушаю прибой, готова ли я к самой темной поре своего путешествия, Ольга, смотри в окно, увидь там солнце, оно ведь греет нам всегда, пусть новый день перевернется, и мы увидим жизнь сполна, так, это я читал, это я читал, Лариса, благодарю за практику и лекцию, хорошо, на что можем выглянуть, так, значит, сегодня вечером и завтра утром меня не будет, Мзиона проведет занятие, спасибо, Мзиона, встречу, когда поиск завтра вечером, я должен уже выйти опять, так, вот еще Аня написала, воздух, кошка, утро, вода дрожит в тазу, белка и птица, спасибо за еще один день, ну что, спасибо за еще одну встречу, и до следующих встреч, счастливо, кадр, из, änn, о 수가, два, три, zugру до следующих встреч, это да? Продолжение следует...